Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вашему дому! Здоровья и терпения вам, вашим родным и вашим детям в наше трудное время пандемии и лишений. Я верю, что вместе мы сможем сохранить привычные ленинградцы мужество, стойкость, выстоять, не сломаться, передать нашим детям любовь к родной земле, русским людям и снова поднять нашу духовную русскую культуру на былую высоту. Мои дорогие сограждане, многие в ваших семьях, отцы, деды, прадеды, сражались, умирали за это, и мы выстоим, сохраним нашу историю, нашу память, великую блокадную память мужества простых русских людей, таких, как мы с вами. Моему родному деду было 10 лет, когда началась война. Он работал на заводе для военных целей, встав на подставку, чтобы доставать. Его три старших брата, мои двоюродные дедушки, все ушли на фронт, как и многие в ваших семьях. Из троих живым вернулся только один старший, Георгий. Он дошел до Берлина и возвратился назад, израненный, но веселый, с медалями и победой. Я родилась в Ленинграде в 1981 году, а себя помню с 4 лет, с 85 года, когда меня отдали в музыкальную школу. Мне нравилось петь военные наши песни. Я люблю наш белый город, который долго, еще после переименования, подписывал в письмах Ленинградам. Я посвящаю всем вам, дорогие друзья, и вашим семьям мои стихи о любимом родном городе. Ленинград. В нем кровью сковали январские льды, тот путь за водой по небесной неве. Мой город, мы стали со смертью на ты, мы мессеры жгли по голубой синеве. Мы знали бадаевских складов огонь, фашистских собак, обжигающих смрад. А ты перед выходом пальцами тронь. В музее застывший наш верный снаряд, как звезды вскипают цвета орденов. Запекшись памятью русской страны, мы выгрозили наш Ленинград из оков Из страшных смертельных объятий войны. На полкистых высях, на Невской губе, в низине седых боевых пятачков Мы, как незабудки, остались в траве, ни шагу не сдав из родных берегов. Блокада Горячим дыханием своим обожгу блокадного города зимние пальцы. В них стук метронома взметает пургу, в них смерть вышивает последние пяльцы. Там скована жизнь под застывшей водой. На лед светлой памятью падают люди, там замерло все. Но мой город живой, он был, и он есть, и он все еще будет. Как слово, как бог, как полет над Невой, звучит Шостакович. Твоим откровением мы выстоим, выдержим город-герой, Шампанским откроем победы до новенья. Дети Ленинграда Ленинград словно саван укутан в войну, И оплавились мертвые тени трамваев. Я теперь полюбил, полюбил тишину Среди бомб и фугасных, отчаянных лаев, Среди мрака и хлада родимых могил, Где застыла рука в ожидании хлеба. Я на фронт записаться, опять уходил, Чтобы там оказаться в неполное лето. Может быть, я хотел отомстить за нее, Ту девчонку Танюшу с большими глазами. Я ей сахар вносил, словно праздник в жилье. А она умывалась своими слезами и писала, Писала, писала дневник. Умирала за строчку, черная строчка Тани Савичева. Я твой ученик, твоих близких напомнил, Дрожащий твой почерк, я свои письмена Напишу над дневой и раскрашу нас в город Цветами салюта. Отпущу я письмо, что не послано мной, Пусть летит белоснежным цветком парашюта. Дорога жизни Не могу надышаться строкой белоснежного неба, Снова память рисует уснувших людей письмена. В них живет аромат стограммового горького хлеба, Словно жизнь, словно правда, Победа над миром одна, Как сирень я вскипаю весною В цветении белом, Что мой дед подарил Перед тем, как вернуться на фронт Под фашистским ночным Обжигающей сердце обстрелом. Опладаю я снегом На ладожский сколотый лед И под воду иду Вместе с нитью машин путеводной, Чтобы млечной звездою Все выше над миром гореть. Мы умрем над землею, От иго-фашизма свободной, Но не сможем для вас Никогда, никогда Умереть.